В эфире события, факты, комментарии. Здравствуйте! О главных темах выпуска прямо сейчас. В Белой Глине появилась Кремлевская стена. Тосы готовятся к конкурсу на лучший орган территориального общественного самоуправления. Военно-патриотические клубы соревновались в пулевой стрельбе, а юные борцы посвятили свои победы защитникам Отечества. Кремлевская стена. Кремлевская стена. Кремлевская стена. С окончанием строительства хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего, таких только солнечных дней. Ну а коллективу нашего парка и культуры принимайте территорию трудовых успехов. Для детей и гостей праздника была подготовлена развлекательная программа. Кремлевская стена. Кремлевская стена. Ребятня веселилась, танцевала, запускала в небо красные шары и словом отлично проводила время. Новое место для игр и развлечений привело малышей в восторг. Массу позитивных эмоций испытали и взрослые, ведь счастливые дети – это всегда радость и повод для улыбок. 90 лет исполнилась жительница села Белая Глина. Мария Васильевна Краснова принимала поздравления от районной и поселенческой власти. Заместитель главы района Александр Панчухин и глава белоглинского поселения Алексей Тубаев поздравили с 90-летним юбилеем долгожительницу села Марию Васильевну Краснову. От главы района и на память сувениры. Это наша кружка с символикой наших самых красивых мест. Ну и вот такая тарелочка можно поставить на стол или повесить на стену с изображением нашего храма Белоглинского. Счастья, здоровья, мирного неба над головой, всего самого наилучшего вам и всем вашим родным и близким. Спасибо. Именинница поблагодарила представителей власти за поздравления, цветы и подарки. Сфотографировалась на память в кругу своих родных. Все отлично. Белоглинские ТОСы презентовали свои работы. В администрации района состоялась защита общественно полезных проектов. Подробности в нашем сюжете. Органы территориального общественного самоуправления трех поселений Белоглинского района представили лучшие инициативы. В своей практике активизации жителей презентовали ТОС номер 8 села Белая Глина, номер 1 станицы Успенской и номер 2 села Кулешовка. Отчеты о своих добрых делах руководители органов ТОС подкрепили компьютерными презентациями, фотографиями, альбомами. В 2018 году на улицах ТОС номер 8 большие перемены. Новая пешеходная дорожка по улице Капитана Молчанова, необходимая для жителей села Белая Глина объект. На улице Спортивной в районе детского сада номер 3 установлено уличное освещение. Общими усилиями поселения при поддержке районной администрации проведены работы по благоустройству прилегающих детскому саду номер 3 территории, спилены опасные высокие деревья. Люди очень довольны. Активисты ТОС номер 8 участвуют в благоустройстве села, стараются сделать белую глину красивой, чистой, ухоженной. Посещают ветеранов, организовывают праздники, награждают неравнодушных за вклад в общественно значимые дела. ТОС номер 1 в станице Успенской представила Наталья Макаренко. Участники этого органа общественного самоуправления активно взаимодействуют с местными казаками, проводят совместные мероприятия и праздники. Глава поселения Юлия Анатольевна Щербакова старается уделять внимание каждому жителю. Поэтому с сотрудниками социальной защиты на 23 февраля и 8 марта мы разносим адресные поздравления в каждые дворки. Также мы принимаем активное участие в благослужениях в Свято-Успенском храме, в престольном празднике, ведь это главный праздник для наших жителей. Мы организуем обед, накрываем на стол. Фестиваль «Казачий базар» проводится ежегодно и привлекает в станицу Успенскую многочисленных гостей. В прошлом году участие в поистине масштабном действии приняли более 500 человек. Нашлось место и красочным подворьям, и разнообразным выставкам народных умельцев, и спортивным состязаниям, и богатые талантами фестивальной программе. Гостеприимством и хлебосольством успенские хозяюшки славятся на весь Краснодарский край. Возят кубанские блюда для дегустации на различные выставки и ярмарки, в том числе в этнографический комплекс «Атамань». В честь новопаловского сельского поселения защищал ТОС-2 села Кулешовка. Председатель Затьяна Пищулина сумела сплотить людей, объединить на общественную работу, убедить сомневающихся, что это делать нужно. «Всем, кто обращается до нас, мы помогаем. И также они помогают нам. Мы обращаемся до людей. Помогите нам сделать площадку покрасить или помогите прибраться. Также люди откликаются, делают дорожки сами». Участники этого органа территориального общественного самоуправления уже побеждали в конкурсе в 2009 году. На полученные средства благоустроили территорию ТОСа и парковую зону села Кулешовка. В рамках защиты проекта в общественникам задавали уточняющие вопросы. Кто станет победителем конкурса на лучший ТОС Белоглинского района, станет известно позже. Решение об этом примут депутаты муниципального совета. 30 лет исполнилось о Дня вывода советских войск из Республики Афганистан. 15 февраля в районе прошли памятные мероприятия, в которых приняли участие воины-интернационалисты. 15 февраля – День памяти о войнах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ровно 30 лет назад начался вывод советских войск из Афганистана. В Белоглинском районе памятные мероприятия начались с посещения могил земляков, погибших при исполнении интернационального долга Сергея Молчанова и Вячеслава Скрипалева. На центральном мемориале состоялся митинг памяти. Каждый год в этот день собираются все бывшие афганцы и участники других горячих точек, ветераны Великой Отечественной войны. Хотя слово «бывшее» здесь, наверное, не подходит. Потому что все это время жива память, боль и горечь тех, кто был там и тех, кто ждал здесь. Вооруженный конфликт в республике длился 9 лет. Через службу в Афгане прошли 600 тысяч советских солдат. Более 15 тысяч живыми не вернулись. Под стук метронома белоглинцы почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы и венки к памятной плите. После митинга ветераны боевых действий отправились в Дом культуры, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Именно сегодня исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из демократической республики Афганистан. Этот день – день памяти всем, кто причастен к этой героической и трагической дате. Заместитель главы района Юрий Кабашный выразил слова благодарности и уважения за мужество и отвагу. Самоотверженное служение Родине. К ветеранам Афгана обратился военный комиссар Анатолий Красников. Я с этой души поздравляю вас, желаю вам здоровья, благополучия, чтобы вы до конца, до сколько Господь вам отменял, всегда были честны, всегда были мужны, как тогда, 30 лет назад. Воины-афганцы награждены юбилейными памятными медалями в честь 30-летия вывода советских войск из республики. Ксюжок Сергей Иванович. Шуповалов Виктор Александрович. Участники Афганской войны – пример для молодого поколения. Настоящие патриоты, которые были готовы пожертвовать своей жизнью ради защиты национальных интересов Родины. Все участники боевых действий хочу поздравить в этот день с юбилеем, 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, процветания, всего самого наилучшего. Церемония награждения плавно перетекла в концертную программу. Творческие коллективы Дома культуры подготовили для афганцев патриотические песни. Это наша Россия, гордая повесть великой страны, наша Россия, чистое небо и мирные сны, это наша Россия. И пока сердце бьется, память храня, это наша Россия твоя и моя. Воспитанники детских садов Белоглинского района не остались в стороне от военно-патриотического месячника. Малыши подготовили инсценированные песни для участия в конкурсе «Будем в армии служить». В Белоглинском Доме культуры состоялся конкурс инсценированной песни детсадовских команд «Будем в армии служить». Перед началом выступлений воспитанников дошкольных образовательных учреждений приветствовала заместитель главы района Светлана Парахина. Очень отрадно, что в нашем районе система патриотического воспитания закладывается с самого раннего дошкольного возраста. Но, конечно же, мы не должны забывать о том, что не все зависит от наших педагогов, которые, конечно же, стремятся к тому, чтобы наши дети росли достойными защитниками нашего Отечества. Все закладывается из семьи. И самосознание наших детей, конечно же, в первую очередь зависит от вас, наши уважаемые родители. Я надеюсь, что сегодняшний конкурс всем подарит заряд положительной энергии, заряд позитивных эмоций. И, конечно же, вы все получите хорошее, замечательное настроение от выступления наших замечательных ребят. Воспитанники детских садов исполняли известные военно-патриотические песни, такие как «Служить России», «Идет солдат по городу», «Аты-баты», «Едут по Берлину казаки». Каждое выступление сопровождалось театрализованной постановкой. Чтоб всех врагов мы победили быстро, я стать хочу танкистом. Я научусь машины управлять, ездить хорошо и хорошо стрелять. Все будет так, но пока я в бой веду вот этот танк. А я хочу на истребителе летать, хочу герам с доминистом стать. Оценивались не только вокальное и танцевальное мастерство, а также исполнительское, артистизм детей, костюмы, декорации музыкального номера. «Идет солдат по городу, по незнакомой улице, где от улыбок в пенечке, вся улица светла, не обижайтесь девушки. Нелегко членам жюри было определить лучший детский сад, поэтому победила дружба. Все участники стали лауреатами муниципального этапа конкурса, награждены грамотами и призами. Драматой награждается команда детского сада номер 7! Массу положительных эмоций получили и участники, и зрители конкурсной программы. Светлана Парахина поблагодарила педагогические коллективы детских садов за подготовку музыкальных номеров, а родителей и воспитанников – за поддержку. Военно-патриотические клубы Белоглинского района состязались в меткости. На базе средней школы номер 5 состоялись соревнования по пулевой стрельбе. Около 60 школьников и студентов района приняли участие в муниципальном этапе соревнований по пулевой стрельбе, которые по традиции состоялись в школе номер 5. От имени главы района Александра Коклина учащихся приветствовала начальник управления образования Анастасия Ионова. Она поблагодарила директора пятой школы Ольгу Звягину за отличную организацию соревнований. На базе пятой школы по традиции проходят соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня пройдут такие же соревнования в рамках месячника военно-массовой и патриотической работы. Желаем всем удачи и надеемся, что сегодня победит дружба. Юноши с неподдельным интересом участвовали в соревнованиях. Ведь при занятиях пулевой стрельбой вырабатываются такие положительные качества, как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. Эти навыки ребятам непременно пригодятся при службе в рядах вооруженных сил. По результатам состязаний победители и призеры муниципальных этапов получают возможность принимать участие в краевых соревнованиях. Прошлый год наши дети заняли третье место на зоне края в станице Павловской. С каждым годом у нас результаты лучше и лучше. В дальнейшем мы думаем, что не только мы будем призерами, но и победителями в этих соревнованиях. Перед школьниками была поставлена довольно непростая задача – прицельно поразить довольно мелкую мишень номер 8. Каждый мужчина, я считаю, что должен отслужить в армии, уметь стрелять и, в принципе, обращаться с оружием. Одно минус в том, что какие-то мишени были слишком маленькие, поэтому не особо было видно на дальней дистанции. Поэтому некоторые промахивались, некоторые попадали. Под бдительным руководством преподавателей-наставников участникам соревнований предоставлялось 3 пробных и 5 зачетных выстрела из оружия. Несмотря на сложность выполнения, многие юноши справились с заданием на достойном уровне. Кто проводит какую-то подготовку в классах, в школах, в клубах, тут результат сразу виден. Если ведется работа реально, если, опять-таки, есть возможность. Поскольку, например, тир реально есть только у нас и в 18-й школе. Поэтому сейчас многие школы получили на соревнованиях и выиграли электронные тиры. Конечно, живьем стрелять – это большая практика, но основы прицеливания электронный тир тоже дает. По итогам турнира первое место заняла команда школы 28 «Станицы-Новолокинской», не впервые достигающая таких высоких результатов. Вторыми стали юноши школы номер 5. Третье место досталось команде школы 18 «Села Кулешовка». Личные места заняли. Данил Котенко – третье место, Андрей Осеев – второе место. Лучшим стрелком признан Михаил Галенко, завоевавший первое место. Воздушку приобрел только в прошлом году, мне ее подарил мой крестный. И стрелял я с нее не так много раз, но может раз 15-20. Папа говорит, молодец, стреляешь, у нас в роду такие тоже стрелял. В роде дедушка твой хорошо очень стрелял. Чем больше у человека есть возможностей, навыков, умений, в спорте, везде, ему будет проще жить. Почетными грамотами награждены команды, принявшие участие в соревнованиях. Школы номер 16, 12, 11 и 32 школы Белоглинского аграрного техникума. Белоглинские борцы вышли на ковер накануне Дня защитника Отечества. В открытом первенстве района по вольной борьбе приняли участие 50 юных спортсменов. В спортивном зале военно-патриотической организации «Рось» состоялось открытое первенство Белоглинского района по вольной борьбе. На торжественном построении участников соревнований приветствовали начальника дела по физической культуре и спорту Алексей Позняков, заместитель главы района по делам казачества Алексей Яшкин. Вы будущие воины, вы будущие защитники нашей страны. Я желаю вам быть сильными, крепкими, здоровыми, расти на благо родителей, хорошо учиться. Так что успехов вам, удачи и пусть победит сильнейший. Соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества, проводились в рамках военно-патриотического месячника. 50 юных борцов вышли на ковер проверить свои силы. Поединки проходили в весовых категориях от 30 до 78 килограммов. Наравне с мальчишками боролись девочки. Некоторые из представительниц слабого пола с легкостью справлялись с соперниками. В результате поединков определились сильнейшие призеры, награждены медалями и грамотами. Второе место – Исашев Роман. Первое место – Казаченко Сергеевич. Сергей Казаченко стал лучшим в самом тяжелом весе соревнований – 78 килограммов. Первые места в своих весовых категориях также завоевали Анастасия Енина, Даниил Самсонов, Максим Иванов, Анастасия Осипова, Роман Антипов, Артем Варавин, Никита Посыпин и Антон Сорокин. Да, неплохо показал себя Антон Сорокин. Все равно не хватает техники, но собираемся ездить по рукопашному бою, по дзюдо, по самбо, развиваться как физически, так и морально, опыта набираться в соревнованиях. После соревнований борцы поздравляли друг друга, желали спортивных успехов и побед, благодарили тренеров и болельщиков. Да, тренеру Константину Чинчулину. Всем, кто за меня болел и поддерживал на этих соревнованиях, передаю привет своему тренеру Тарасову Игорю Николаевичу. После церемонии награждения белоглинские борцы запечатлели на фото свои очередные достижения в спорте. Главы сельских поселений отчитываются о результатах деятельности за 2018 год. Об этом в следующем выпуске нашей программы. А пока у меня все. Вы смотрели события, факты, комментарии. Всех мужчин Белоглинского района с наступающим Днем Защитника Отечества. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok